МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приморским отделением ПАО Сбербанк. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня говорим, как уже было, о покупке квартиры. Итак, есть потенциальный покупатель. Он выбрал уже несколько потенциальных вариантов. С чего следует начать покупку квартиры? Покупка квартиры – это событие, как правило, в наших российских семьях довольно знаменательное. И, соответственно, к этому довольно часто готовятся. И покупка чаще всего не спонтанная. Поэтому, естественно, к этой покупке стоит подготовиться, составить перечень критериев, то, что необходимо и важно конкретной семье. Требования могут быть разные. В первую очередь, конечно же, определиться с районом. Возможно, кому-то важна инфраструктура. Возможно, доступность к какому-то объекту в нашем городе. И точно необходимо проверить, когда был построен этот дом, были ли какие-то сложности про его возведение, и все ли было хорошо в момент его ввода. Классическим способом риэлторы также рекомендуют, конечно же, побывать в каждом объекте несколько раз, для того, чтобы понять его состояние не в конкретный момент времени, застать в какие-то разные периоды и определиться с тем, насколько он соответствует тем ожиданиям, которые есть у клиента. Также стоит, как и в некоторых случаях, пообщаться с соседями. Они точно могут дать очень полезную информацию о состоянии коммунального хозяйства, работе управляющей компанией по этому дому. В общем, аспектов много, но самое главное для себя определиться, что конкретно каждому человеку важно. Кому-то важен вид из окна, кому-то важна доступность для его ребенка рядом с каким-то объектом, там школа, либо спортивная школа, либо музыкальная школа, либо что-то еще. Поэтому подготовиться к этому стоит максимально серьезно, определиться с критериями, и уже после этого по этим критериям определиться с объектом, который максимально соответствует тем или иным пожеланиям и запросам со стороны покупателя. Бывают такие ситуации, когда сложно абстрагироваться при покупке квартиры от эмоций. Что я имею в виду? Например, человек пришел, увидел этот ремонт, о котором он мечтал, уже готовая красивая квартира. Затмили эти эмоции все необходимые моменты, на которые следует обратить внимание. Может быть, подскажете, чего категорически не должно быть? Какие такие есть маркеры, указатели некие, которые говорят о том, что не стоит даже из-за этого, например, замечательного ремонта покупать конкретно эту квартиру? Ну, во-первых, эмоции всегда обманывают человека и практически никогда не дают объективную картину. Поэтому, собственно, есть базовая рекомендация посетить объект несколько раз, причем желательно в разное время суток, допустим, утром и вечером. Одни вещи, которые не видны в темное время суток или, наоборот, в светлое время суток, будут видны в другой период времени. Во-вторых, при неоднократном посещении, допустим, два или три раза объекта, уже вот этот эмоциональный фон спадает, и... Недостатки бросаются в глаза. Визуальный фильтр, да, он становится более четкий и понятный, да, и квартира совсем видна в другом ключе. Ну и самое главное, конечно же, на визуальные характеристики точно не стоит лишь только по ним принимать решения. Очень важна юридическая составляющая по каждому объекту недвижимости. Ну и все-таки это инженерная составляющая, то есть коммуникация, инфраструктура и коммунальное хозяйство, которое присутствует в том или ином объекте, его состояние, сроки ремонта, плановые сроки ремонта, ответственность от служб, которые должны исправлять, или иные недочеты, контролировать и содержать то или иное хозяйство. Поэтому точно не стоит только лишь по одной картинке принимать решения, стоит посмотреть еще и документальную составляющую по объекту. В принципе, все абсолютно вопросы можно решить, анализируя исключительно документы, посмотреть, как строилась история того или иного объекта. И вот документальное принятие решения на основе документов это гораздо более качественное и взвешенное решение, нежели по визуальному осмотру того или иного объекта. Вы уже сказали, и, безусловно, все мы понимаем, что, наверное, один из самых важных моментов – это юридический момент. Чтобы все было чисто, так сказать, с этой квартирой, все было в порядке. Так вот, есть некая экспертиза, которую как раз Сбербанк помогает проводить, проводит ее, делает. Расскажите о ней, в чем конкретно она помогает. Интересно, подробности узнаем. Ну, направление ипотека мы уделяем отдельное внимание в нашем банке и стараемся создать инфраструктуру, которая бы максимально удовлетворяла весь цикл покупки и продажи объекта недвижимости, в данном случае квартиры, сделали максимально простым и безопасным. В данном случае у нас есть отдельно созданный сайт, называется Don't Click. Фактически, через эту платформу, этот уже Marketplace, в котором заведены все необходимые сопутствующие сделки, услуги, страхования, сервис проверки юридической чистоты сделки и объекта, сервисы по проведению безопасных расчетов, сервисы по электронной регистрации сделки, купли-продажи и страховке и так далее. То есть очень много всего, и в принципе на Don't Click можно и подобрать сам объект, то есть там выставлены объявления по продаже тех или иных объектов в нашем крае и городе. Соответственно, что такое сервис по проверке юридической чистоты? Это новая услуга, которую мы буквально недавно внедрили, и заключается она в том, что профессионалы банка проверяют документальную составляющую сделки и дают целое заключение о всех возможных рисках по конкретному объекту. Ну, допустим, все мы прекрасно знаем, что при истории с приватизацией должны обязательно участвовать дети. Но не всегда так случается. И вот когда добропроядочный покупатель приобретает квартиру, но потом после выясняется при достижении совершеннолетия детей, что они никак в этом процессе были не задействованы, по закону данный гражданин, данный ребенок, который достиг 18-го завершеннолетия, он может претендовать на свою долю в этой квартире. И это довольно большой риск, если это не было учено приватизацией. Или другой пример. При продаже, если не проверить все возможные источники судебной практики, продавец может быть объявлен банкротом. Соответственно, по действующему законодательству любой кредитор может предъявить свои требования ко всему имуществу банкрота. И даже если квартира была продана, она возвращается в так называемую конкурсную массу. И за счет ее продажи удовлетворяются требования кредиторов. Можно, по сути, потерять квартиру. По сути дела, да. Конечно, по закону при расторжении сделки ее нивелирование, деньги должны быть возвращены покупателю. Но, как правило, к этому моменту денег нет. И возникает очень сложная ситуация, когда по закону квартира возвращается каким-то другим собственником, покупатель остается без квартиры. И фактически с требования к недобросовестному продавцу вернут деньги, а денег нет. И это довольно-таки сложные судебные процессы, превращающиеся в длительные, порой в несколько лет, судебные тяжбы. Есть и много других примеров, когда стоит проверить всю законодательную базу, проверить полностью историю и количество сделок, сколько было продавцов-покупателей, были ли какие-то наследные дела, все ли наследники получили удовлетворение. И очень много тонких нюансов, которые могут проверить наши специалисты. И мы вот эту услугу в рамках обслуживания наших клиентов предоставляем. В том числе проверяется правоспособность продавца, имеет ли он достаточные полномочия на текущий момент времени для того, чтобы подписать тот или иной договор купли-продажи. И есть ли у него на это все основания. То есть не получится ли так, что он в момент совершения не имел полномочия, соответственно сделка считается незаключенной. И опять повторяется цикл, когда деньги должны быть разрешены, а чаще всего в этот момент денег нет. Соответственно, эта услуга, она доступна не только клиентам, которые приобретают объекты в ипотеку банка, но и любым гражданам, которые хотят получить полноценное юридическое заключение по своей сделке, быть уверены, что никаких проблем с их объектом недвижимости нет. Мы проверяем документы во всех базах, начиная данные и статистики ведутся с 1998 года, вот этот весь массив данных анализируют наши эксперты и дают заключение. Причем заключение приходит, как правило, в формате возможных рисков и предложений, как эти риски можно минимизировать. Потому что довольно часто нет нереализуемых сделок, есть сделки, в которых просто нужно учесть определенные нюансы для того, чтобы себя защитить в будущем. Вот эти все нюансы мы подсказываем, предлагаем решение по тем или иным вопросам, по тем или иным рискам, которые мы идентифицируем. И на основании этого предлагаем ту или иную договорную форму, чтобы покупателям себя чувствовать максимально комфортно и безопасно. Сергей Геннадьевич, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о безопасной покупке квартиры. Мы говорили о некой правовой экспертизе, которая, собственно, является такой проверкой квартиры под ключ, можно, наверное, так сказать. Возникает еще один вопрос. Когда стоит обращаться к специалистам Сбербанка в нашем случае, чтобы сделать эту правовую экспертизу, на каком этапе покупки? Лучше, конечно же, обращаться на самом раннем этапе. Я вот озвучил, что есть такой прекрасный сайт, по сути дела, Marketplace, платформа, в которой собраны все необходимые услуги, максимально детально описан процесс приобретения объекта недвижимости, какие могут быть сопутствующие потребности у нашего клиента. Называется он Дом Клик. Там, собственно, все отражено. И можно максимально детально получить всю информацию о том, как провести сделку так, чтобы вот это событие, которое в обычной российской семье случается не так часто, это приобретение объекта недвижимости, приобретение квартиры, оно было действительно позитивным, счастливым и приносило только хорошие эмоции. Стоит, безусловно, на самом раннем этапе, когда вы подумали уже о приобретении квартиры, первым делом зайти на сайт Дом Клик, выбрать необходимые перечни услуг, которые требуются, в том числе юридическая экспертиза, и заказать. Там можно определить время, удобное для консультации со стороны специалиста банка, удобное место, удобный офис, которому мы предоставляем эти услуги, записаться, по сути дела, на получение этой услуги и прийти уже обсудить свою потребность. Как правило, так все и начинается, что я хочу приобрести объект недвижимости, и вот с этого строится диалог. И неважно, за счет ипотеки, либо за счет собственных средств. Итак, проведена правовая экспертиза, все в порядке, клиент готов к покупке квартиры, и возникает еще один вопрос на новом этапе, каким образом лучше рассчитываться за жилье, за новое, приобретаемое. Способов сегодня немало, насколько мне известно. Давайте поговорим о самых, наверное, удобных и безопасных. Способов на самом деле немало, но и немного. Наверное, ключевые. В принципе, весь риск расчета, в принципе, конечный день, риск потери каких-то финансовых потерь, он всегда лежит, в данном случае, на покупателя, потому что он передает свои деньги, за ним получает квартиру. И вот деньги, как правило, могут куда-то очень быстро исчезнуть и раствориться. И в случае, как мы обсуждали, отмены сделки, то уже очень сложно. Объект возвращается, он никуда не девается, а деньги уже довольно сложно получить. Поэтому даже сам момент расчета критически важен. Наверное, самый классический способ это прямые расчеты между покупателем и продавцом, либо безналичным способом, ну, что на самом деле не всегда безопасно тоже, потому что деньги покупатель, продавец получает до момента регистрации объекта недвижимости, перехода права собственности на объект недвижимости. Либо второй, еще, наверное, менее безопасный, самый небезопасный способ это расчеты наличным путем. Если, в принципе, предлагается рассчитаться наличным путем, наша всегда рекомендация дополнительно провести проверку этой сделки, потому что, ну, как минимум, это должен быть неким звоночком, причина, как правило, это несколько миллионов рублей, причина, почему требуется рассчитаться именно наличным способом, что крайне небезопасно. Да и не очень удобно, я думаю. Ну, и не очень удобно, и критически небезопасно. Есть, конечно же, способы, которые позволяют минимизировать риск. Знакомые нам банковские ячейки, когда напрямую закладываем деньги и после перехода права собственности продавец-покупатель является заново второй раз фактически в офис банка и происходит изъятие денежных средств из ячейки банка. Но, как бы, требуется несколько раз являться офис. Аналогичным способом является кредитив, когда вот покупателям-продавцу открывается специальный счет и деньги на этом счете замораживаются и деньги с этого счета становятся доступны продавцу только после, опять же, проведения сделки регистрации и перехода права собственности на объект неувижимости. Точно так же требуется несколько раз являться офис. Мы недавно совсем тоже запустили инновационный способ расчетов, так называемые безопасные дистанционные электронные расчеты. Суть их заключается в том, что прямо в договоре прописывается, что деньги перечисляются на специальный банковский счет в системе Сбербанка. После того, как происходит переход права собственности, деньги автоматом списываются на текущий счет, который будет указан в договоре продавца. Причем это все происходит в автоматическом режиме и по факту не требует каких-то дополнительных процедур прихода в отделение банка и подтверждения каких-то документов непосредственно наручно. Очень хорошо этот сервис дополняет электронную регистрацию. Что такое электронная регистрация? Благодаря закону о электронной цифровой подписи в настоящее время в банке полностью реализован механизм, когда без похода в регистрирующие органы можно зарегистрировать договор купли-продажи. То есть фактически достаточно один раз прийти в отделение банка, а в отдельных случаях можно даже и не приходить, заключить договор в электронном формате купли-продажи. Дальше он в электронном варианте попадает в регистрационную палату, регистрируется, мы автоматом через 5-7 дней, если все хорошо, получаем информацию, что сделка зарегистрирована, автоматически раскрывается вот этот спецсчет, который открыт в банке, деньги перечисляются покупателям, и все это происходит автоматом. То есть не требуется никаких дополнительных действий со стороны ни покупателя, ни продавца. При этом полностью гарантия и контроль перехода права собственности лежит на стороне банка, что, конечно, максимально удобно и безопасно. Стоит это очень дешево, 2 тысячи рублей, поэтому вот такое вот... Доступно всем, пожалуй, я думаю. Да, при стоимости квартиры в несколько миллионов, а иногда десятков рублей, то есть это совсем несущественная сумма в масштабах сделки. И позволяет действительно максимально сэкономить время для всех сторон, максимально обезопасить каждую из сторон. То есть в данном случае продавец уверен, что он получит свои деньги, как только будут зарегистрированы. Гарантом выступает Сбербанк. Покупатель уверен, что его деньги не уйдут просто так, пока не перейдет право собственности. А если еще перед этим была проведена юридическая экспертиза, ну вот фактически получается полный безопасный цикл приобретения квартиры в максимально дистанционном формате, когда не требуется тратить время, а фактически лишь только уже после регистрации поступает сообщение, что сделка проведена, ну и можно заезжать в новую квартиру. Понятно, что случаи бывают разные, но тем не менее, в среднем, какое количество времени занимает подобный способ? Ну, фактически, исходя из законодательных норм, сама регистрация договора купли-продажи с момента его подписания электронной цифровой подписи, либо сдачи ФРС, если это происходит на бумаге, и там есть поездка со стороны покупателя-продавца в регистрирующий орган, то это 5-7 дней, и после этого деньги в течение 24 часов поступают на счет продавца, указанный в договоре при заключении сделки. И такой вариант, я так понимаю, возможен для абсолютно любых видов сделок? Да, можно приобретать такие, используя эти инструменты, как жилье, так и гаражи, как используя ипотеку, так и без использования ипотеки, и даже коммерческая недвижимость, но по коммерческой недвижимости есть ограничение, чтобы она была не в ипотеку, приобретена за счет кредитных ресурсов и банка. Сергей Геннадьевич, я думаю, рассказали все основные моменты, на которые стоит обратить внимание, сделали это лаконично, доступно, я надеюсь, помогли нашим телезрителям, которые собираются покупать жилье. Спасибо вам большое. Единственный вопрос напоследок, как быстро найти эту информацию, куда нужно зайти, в общем, где все это посмотреть, изучить и куда обратиться. Заходить нужно лишь только запомнить, лишь только нужно один единственный сайт, называется он Дом Клик. Вот на сайте можно сделать абсолютно все, прочитать всю любую информацию, получить любую услугу, записаться на консультацию, дистанционную или очную консультацию к специалисту банка и фактически реализовать свою потребность приобретения объекта недвижимости, только используя один лишь сайт, Дом Клик. Сергей Геннадьевич, большое спасибо за этот разговор, это была очень полезная информация, спасибо за вашу работу, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова